всем привет сегодня рассмотрим маленькую программу линку это дебяновский файлик который позволяет легко обновляться на системах ubuntu debian и mint вот тут мне прислал пользователь ссылочку можно вроде бы как и видос посмотреть на эту тему ну под роликом который мне прислал вот имеется вот такая ссылочка на гитубе имеется вот этот файлик вот пол дебян скачиваем самую последнюю версию куда ну загрузки сохраняем пойдем загрузки вот этот ok assistant co правой кнопкой свойства и вот в правах я разрешить исполнять как программу делаю теперь значит я запускаю этот файлик двойной клик по нему левой кнопкой мышки установить пакет продолжить ну пароль заведем сюда сейчас программа называется у к ну а теперь проверим как работает эта программа нужно будет ее запустить ну давайте посмотрим где у нас тут попробуем набрать у к запустим ее ну и закреплю я здесь пока на планке я и программа начинает проверять всю систему на предмет скажем так обновлений это может длиться от нескольких минут и там и до десяти и до пятнадцати минут в зависимости того насколько как давно вы обновлялись вот практически все сейчас я пока прервусь а когда программа закончит обновлений я снова включусь ну вот здесь программа спрашивает принять изменения или нет но я напишу ну вот в процессе обновления появляется значит сообщение значит доступной версии такая-то файла настройки значит ну что делать установить версию из пакета сохранить установленную локальную версию это ради бога установим версию из пакета ну и так программа закончила свою работу вот в конце на такое вот сообщение вы выкинули на здесь можно посмотреть что тут было сделано у кого есть такое большое желание можно это взять все взять скопировать поместить в текстовый файл увеличить там размер если вас плохо видно и поглядеть я же обычно что делаю перед тем как пользоваться этой программой вот у меня систем баг есть вот видите у меня есть копия сегодня у нас седьмое ноября седьмое ноября вот за тринадцатое октября у меня есть так сказать точка восстановления если что-то пойдет не так я всегда могу откатиться это раз дальше значит программа таймшрифт давайте посмотрим делаю я тут копию или нет есть за восемнадцатый октября есть еще откатная копия так что как видите всегда перед тем как вот такие вот какие-то изменения сделать системе всегда сделайте нормальный бэкап системы вот у меня для бэкапов вот на минте две программы значит я делаю бэкапы обычно систем баком ну таймшрифт иногда а теперь дальше вот обратите внимание вот здесь на верхней линейке где обычно сидит значок обновления у меня его нет у меня значит я его поместил сюда потому что я называю его бельмом на глазу через которое многие как говорится пользователи поимели многие неприятности объясню почему правка параметры вот посмотрите всегда показывать обновление ядра а я это дело взял как говорится и снял галочку всегда выбирать обновление ядра и я вот здесь эту галочку снимаю не нужно мне это дальше закрыть менеджер после установки обновлений вот почему он меня он когда обновление установленного раз и исчезает с верхней панельки а нечего ему там делать ну давайте еще менеджером проверим обновлений а тут посмотрим будет что нибудь или нет то есть вот обновление делается вот таким вот образом стандартной программы это менеджер обновлений в самом минте а есть вот еще такая программочка у кэ видите его нет он здесь вот спрятаны и все а так а если пользователь не выставит первый второй уровне до обновления там раз там две в три недели да этот значок у него торчит перед глазами как бельмо на глазу кто не выдает нажмет вот и потом начинается все ай ой ай 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 объясняю в чем дело вот вы скачали какую-то версию это может быть минт дебиан убунту да без разницы любой линукс вы скачали когда и вы его под себя настроили то в принципе можете отключить обновление ядра и жить себе спокойно несколько лет потому что каждое новое обновление ядра вот я по опыту вам скажу всегда приводило к тому что или у меня виртуальная коробочка переставала работать то систем бак начинал там барахлить то еще что то запомните если вы взяли настроили систему под себя то в принципе можете все эти обновления особенно ядра пробрасывать и жить без особых волнений а если обновление ядра будете делать ну тогда так сказать не без сути у вас могут быть сюрпризы поэтому порядок при обновлении система такой шаг первый делается бэкап системы или минтом или систем баком или таймшифтом или qt5fs архивером можете и всеми тремя можно делать на жестком диске компьютером можете делать на внешнем жестком диске без разницы просто нужно чтобы у вас был надежный бэкап вашей рабочей системы после этого запускаете вот эту программку у кэ она вам все это дело обновляет вы затем какое-то время на ней работаете там неделю-другую проверяете все ли у вас там шевелится как положено если все нормально работает все шевелится как положено вы делаете опять очередной бэкап систем баком таймшифтом и на этом деле останавливаетесь причем вот такую вот полную полное обновление системы ну я рекомендую делать ну там раз в полгода может быть вот программу ли на хорошей можете пользоваться но каждый боженый день ей пользоваться я вам не рекомендую раз там в полгода ну раз в три месяца вот максимум вот ну ладно я желаю вам всего самого доброго на этом я прощаюсь и до новых встреч до новых встреч увидят до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...